Это пульс дня по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Парижский Лувр намерен подать иск против бросившего торт в картину Джоконда итальянского живописца Леонардо да Винчи. Иск подадут в связи с актом вандализма. Инцидент произошел в понедельник. На глазах у многочисленных посетителей музея мужчина, переодетый в женщину в парике и с накрашенными помадой губами, подъехал к полотну в инвалидном кресле и бросил в него кусок десерта. Злоумышленник кричал, что делает это ради планеты. Подобраться на максимально близкую дистанцию экоактивист смог, замаскировавшись под женщину-инвалида. Все дело в том, что для колясочников перед картиной сделан специальный проход, который расположен ближе, чем коридор для обычных посетителей. Шедевр, хранящийся под защитным стеклом, не пострадал, а мужчину задержала полиция. Ведется расследование. Нападавшему планируют назначить психиатрическую экспертизу. За свое почти 500-летнее существование Мона Лиза повидала многое. В 1911 году шедевр эпохи Возрождения был украден сотрудником музея. В 50-е годах картину повредили облив кислотой, а в 2009 году россиянка, разгневанная отказом в получении французского гражданства, бросила в нее керамическую чашку. К счастью, уже тогда работа у итальянского мастера защищала пули непробиваемое стекло. Мона Лиза или Джаконда, созданная в 16 веке, пожалуй, самое знаменитое произведение искусства. За это звание с ним могут посоперничать разве что только Крика Эдварда Монка или девушка с жемчужной сережкой Яна Вермира. Что такого особенного в этом портрете будем разбираться. Почему именно Мону Лизу знают даже те, кто совсем далек от мира искусства? В 2006 году свет увидел фильм «Кот да Винчи», снятый по одноименному роману Дэна Брауна, который заставил многих зрителей поверить в теории заговора. Некоторые предполагают, что на картине художник изобразил свою собственную мать. Другие, что Мона Лиза стала собирательным изображением нескольких женских и мужских образов. Есть даже исследователи, которые убеждены в том, что Джаконда – это попытка автора нарисовать свой портрет так, как если бы он был женщиной. Существует и еще более фантастическая версия, которая появилась благодаря инфракрасному сканированию. У дамы на картине, можно сказать, полностью отсутствуют волосы на лице, брови и ресницы визуально не считываются. В Италии в 16 века такими признаками могли обладать только женщины определенного рода занятий, а именно дамы, предлагающие свои интимные услуги. Представительницы древнейшей профессии в те времена предпочитали высветлять свои ресницы и брови или даже совсем избавляться от них, чтобы их взгляд был более соблазнительным. Впрочем, это единственное указание на то, что Мона Лиза могла быть итальянской куртизанкой. Ее одежда и поза, если это не художественное видение автора, говорят о том, что эта женщина была совсем иного социального статуса. Помимо личности этой женщины, не меньше интерес для исследователей представляет ее улыбка. Это одна из самых горячо обсуждаемых тем, как в научном сообществе, так и среди обычных поклонников творчества да Винчи. Недавно разгадка вроде бы нашлась. Ее предложили медики. Диагноз Мони Лизе они поставили как и положено, предварительно ее осмотрев. Специалисты указали, у женщины позировавшие живописцу, а дутловатое лицо, отечные руки, желтоватый оттенок кожи, жидкие волосы на голове, щитовидка увеличена. Подобные внешние проявления свидетельствуют лишь об одном. У Моны Лизы был гипотериоз – заболевание, вызванное недостатком гормона щитовидной железы. А улыбка, скорее всего, она не загадочная, а глуповатая, что тоже соответствует поставленному диагнозу. Страдающие гипотериозом часто демонстрируют признаки легкого умственного расстройства. Если диагносты правы, то Лиза обладала грубым голосом, была вялой, медлительной, часто зябла и быстро утомлялась, страдала от запоров. К тому же имела склонность к полноте. Кстати, согласно историческим хроникам, в 16 веке гипотериоз был распространен среди населения Италии. Людям не хватало йода. Задумывались ли вы над тем, почему невозможно оторвать взгляд от Джоконды? Ответ на вопрос дали математики. Все просто, это золотое сечение. Ученые обнаружили, что на полотне очень много условных геометрических фигур, которые влияют на восприятие картины. Например, лицо Джоконды идеально вписывается в золотой прямоугольник, а другой прямоугольник проходит через правую кисть ее руки до левого локтя. При этом его верхняя граница касается головы Монолиза. Подобные визуальные хитрости, создающие ощущение красоты и равновесия, да Винчи использовал и при создании другого своего шедевра «Тайной вечери». И все же он не был первооткрывателем этого трюка. Золотое сечение в качестве руководящего принципа создания произведения искусства и архитектуры использовали даже в древние века, вспомним пирамиды Гизы. Да Винчи просто очень хорошо разбирался в художественных приемах, основанных на математических вычислениях. А еще Да Винчи сделал все для того, чтобы его творение ожидало долгая жизнь. Для создания этой картины он подобрал самые лучшие материалы и работал над ней так долго и тщательно, как ни над одним другим своим произведением. При написании ее мастер применял технику сфумато, основанную на принципе рассеивания, отсутствии четких границ между предметами. Именно благодаря ей улыбка Мона Лизы приобрела свое удивительное мерцание. Леонардо мог часами рассматривать свое детище это и дело, что-то подрисовывая или подправляя. От сильного перенапряжения с ним даже случались обмороки. Ежепрочем, совсем недавно во Франции обнаружен рисунок с изображением обнаженной дамы Монна Ванна. Как полагают ученые, это мог быть эскиз для картины Мона Лизы, выполненной его учеником Салайи с помощью самого мастера. Сотрудники Лувра подтверждают, что он написан в годы жизни Леонардо и отличается высоким качеством, а сходство портретов указывает похожесть лица и рук. Сейчас эксперты бьются над этой новой интригующей загадкой. Кстати, Мона Лиза действительно самая охраняемая в мире картина, но не единственная. В 2016 году галерея Уфицы обновила зал Боттичелли и установила там прозрачные пуленепробиваемые капсулы, которые защищают весну, рождение Венеры и Благовещение, а также картины Палайола, Ван Гергуса и Доминика Герландая. Совсем недавно был опубликован еще один предполагаемый диагноз Джоконда, якобы она страдала болезнью Дауна. К такому выводу пришел английский фотограф Лео Вала, после того, как придумал метод, позволяющий повернуть Мона Лизу в профиль. В то же время датский врач Финн Деккер Хрисянсон поставил Джоконде свой диагноз – врожденный паралич лица. Асимметричная улыбка, по его мнению, говорит об отклонениях психики вплоть до идиотии. В 91-м французский скульптор Ален Рош решил воплотить Мона Лизу в мраморе. У него ничего не вышло. Оказалось, что с физиологической точки зрения все в модели неправильно – и лицо, и руки, и плечи. Тогда скульптор обратился к физиологу, а тот привлек специалиста по микрохирургии рук – Жанна-Жака-Конте. Вместе они пришли к выводу, что правая рука загадочной женщины не опирается на левую, потому как, возможно, короче, и могла быть подвержена судорогам. Вывод – правая половина тела модели парализована, а значит, таинственная улыбка тоже лишь судорога. Полную медкарту Джоконды собрал гинеколог Хулио Круз в своей книге «Взгляд на Джоконду глазами врача». В результате получилась настолько страшная картина, что непонятно, как эта женщина вообще жила. По версиям разных исследователей, у нее была болезнь Паркинсона, липома, косоглазия, катаракта и астма. Есть и еще одна версия – беременность. Гинекологи уверены, что Мона Лиза скрестила руки на животе, рефлекторно стараясь уберечь своего пока не родившегося младенца. Намек на правомерность этой версии можно отыскать в названии портрета. «Ретратто ди Монна Лиза дель Джоконда» – портрет госпожи Лизы Джоконда. Монна – это сокращение от «Мадонна», «Матерь Божья», хотя также означает и «Моя госпожа Леди». Искусствоведы часто объясняют гениальность картины как раз тем, что на нем изображена земная женщина в образе бога-матери. «Монна Лиза» – это первая 3D-картина в истории, приходит к выводу исследователя. Леонардо не просто художник, он инженер, изобретатель, ученый, писатель и наверняка зашифровал в своем лучшем живописном творении какие-то вселенские секреты. Кажется, версии разгадки тайны Монны Лизы столько же, сколько людей, пытающихся исследовать шедевр. Место нашлось всему – от восхищения неземной красотой до признания полной патологии. Каждый находит в Джоконде что-то свое. А между тем, тайна Монны Лизы так и остается достоянием этой загадочной леди. С легкой, улыбкой на устах. Это все к данному часу. Всем доброго.